Глава 4. Признание чувств Напряжение между Намджуном и Чимином продолжало нарастать с каждым днём. Каждый случайный взгляд, каждый лёгкий жест или прикосновение были наполнены эмоциями, которые оба пытались скрыть. Это стало почти невыносимым, особенно во время репетиций, когда им приходилось проводить много времени вместе, притворяясь, что всё остаётся по-прежнему. Но внутри их обоих бушевали чувства, которые уже невозможно было игнорировать. Однажды после долгой репетиции все участники группы разошлись, чтобы отдохнуть. Намджун, как всегда, остался на пару минут дольше, чтобы пересмотреть расписание и обсудить планы на будущие дни. Он ожидал, что Чимин также уже ушёл, но когда поднял глаза, то увидел его неподалёку. Чимин стоял у окна, глядя в темноту за пределами студии. Его поза была напряжённой, как будто он что-то обдумывал. «Всё в порядке?» – спросил нам Джун. Слегка нахмурил брови. Он подошёл ближе, чувствуя, что что-то тревожит Чимина. Чимин обернулся к нему. Его лицо было серьёзным, даже немного растерянным. Это был не тот Чимин, которого привык видеть нам Джун. Яркий, весёлый и беззаботный. Сейчас он выглядел так, словно готовился к какому-то важному разговору. «Нам Джун, я… нам нужно поговорить», – произнёс Чимин. И его голос дрожал. Он знал, что этот момент может изменить всё. Страх потерять другого и друга, и лидера, был почти невыносимым. Но держать в себе эти чувства было уже невозможно. Нам Джун напаёкся, чувствуя, что разговор будет серьёзным. Он не знал, о чём именно Чимин собирается сказать. Но в глубине души уже догадывался. Эти скрытые чувства, которые они оба пытались игнорировать, теперь висели в воздухе между ними, требуя признания. Чимин сделал глубокий вдох, будто собираясь с силами, прежде чем продолжить. «Я долго думал об этом», – начал он. Нервно перебирая пальцем. «Ты знаешь, как много ты для меня значишь. Ты всегда будешь для меня больше, чем просто друг. Больше, чем просто лидер нашей группы». Он сделал паузу. Его голос дрожал от волнения. Это признание давалось ему нелегко. Он боялся того, что может последовать за ними слова. Но ещё больше он боялся того, что будет, если он никогда не скажет правду. «Намджун, я не знаю, как сказать это иначе», – продолжил он. «Наконец, встретившись взглядом с «Намджуном», я чувствовал к тебе нечто большее, чем просто дружбу. Я… Я люблю тебя. Не как друга, а как человека, который для меня стал самым важным». Тишина заполнила студию. «Намджун» смотрел на Чимина, не зная, что сказать. Это признание было ошеломляющим для него. Хотя часть его уже давно подозревала, что эти чувства взаимны. Но услышать это вслух было совершенно иным. «Намджун» опустился на ближайший стул, в его голове царил хаос. Он пытался осмыслить всё, что только что услышал. Он чувствовал всегда, что что-то особенное к Чимину, но думал, что это просто тесная связь, основанная на доверии и дружбе. Теперь всё оказалось намного сложнее. Чимин начал медленно пытаться подобрать правильные слова. Это неожиданно. Хотя, если честно, я тоже чувствовал что-то подобное. Я просто боялся признаться в этом самому себе. Чимин, который всё время напряжённо ждал ответа, вдруг почувствовал облегчение. Он не был один в своих чувствах, и это было важно. Но даже несмотря на это, страх всё ещё оставался. Они оба понимали, что этот разговор изменит их отношения навсегда. «Намджун» поднялся со стула и подошёл к Чимину ближе. Он взял его за руку, впервые осмелившись на такой открытый жест. Его прикосновение было тёплым и успокаивающим. «Я долго думал о тебе, Чимин». Продолжил, «Намджун, ты для меня всегда был чем-то большим. Чем-то как просто член семьи. Но я не знал, как это объяснить тебе». И сейчас, услышав это от тебя, я понимаю, что тоже испытываю те же чувства, что и ты. Чимин посмотрел на него с облегчением и благодарностью. В этот момент они оба осознали, что их отношения перешли на новый уровень, на который они оба боялись ступить. Но теперь, когда всё было сказано, стало ясно, что их связь стала ещё крепче. Они стояли рядом, смотря друг на друга в глаза. И этот момент, хотя и был наполнен эмоциями, был спокойным и естественным. Они оба знали, что впереди их ждёт множество сложностей и испытаний. Но теперь они были готовы встретиться с ними вместе. А как вы считаете, дорогие зрители? Напишите своё мнение в комментариях.